Краевой турнир по мини-футболу среди старших юношей, который проходил в Арсеньеве, уверенно выиграла команда детско-юношеской спортшколы из Владивостока. Павел Зайцев с новостями спорта. Восемь команд от Дальнегорска до Владивостока завершали календарный год краевым турниром «Наши надежды». Участников разделили на две группы, из которых в финальную часть покупковой системы выходило четыре сильнейших. С точки зрения массовости у нас мини-футбол развит, ну, один из лучших у нас регионов в России. Ну, с точки зрения мастерства нам, конечно, еще далековато до Уральского региона и Западного. На чем это связано? Связано? Ну, во-первых, с нехваткой зала. Раз. Во-вторых, у нас специализированных школ мини-футбольных нет. За третье место сражались «Спасский факел» и «Владивостокский старт». 5-0 победа юношей краевого центра. Они каждый год в призах и даже были победителями. Бронзовые медали, считают, тоже неплохо. Выделять никого не буду, как бы ровная команда. Ну, у нас одна четверка чисто первого года, а вторая перемешка, там, второй-третий год. Поэтому где-то ребята еще помладше на год кого-то. Где-то физически, может, не хватает. А так, вроде, претензий никому нет. Арсеньевский «Авангард» к финальной части турнира подошел без единого поражения. Лишь в финале ему крупно не повезло. Детско-юношеская команда «Владивостока» в сухую 11-0 выиграла решающий матч. Хозяева площадки с серебром. Команды все хорошие, хорошо играют. Нам более как-то повезло. Все забили, то, что могли. Были моменты, которые даже не реализовали. Как отмечают тренеры, старшим юношам, которым пока нет 18-ти во многих краевых командах, удалось сохранить основные составы. От первых занятий до сегодняшнего дня. Это говорит о стабильности и преданности мальчишек этому виду спорта. Три коллектива настолько сильные, что 21 декабря выйдут на паркет оспаривать чемпионство края среди взрослых. Некоторые игроки вошли в основу сборных городов и районов Приморья. Павел Зайцев, Вадим Перевалов. Панорама.